Когда заканчивается дачный сезон, мы радуемся этим щедрым урожаем, будь то в теплице или в открытом грунте. Но позже многих дачников одолевает грусть тоска, что же делать, руки так и тянутся повозиться в земле. Обратите внимание, что те же самые томаты, черри вкусные, сладкие, сочные, вы можете выращивать у себя дома в зимнем, осеннем, весеннем огороде. Если у вас нет дачи, прекрасный вариант действительно повозиться с растениями дома. Это, знакомьтесь, если вы еще не знаете, томаты желтая шапочка, красная шапочка и здесь опять желтая шапочка. Эти три замечательные сестры – это карликовые, штамбовые формы томатов, которые абсолютно невысокие, некапризные, они стрессоустойчивые. Единственное, что для того, чтобы действительно они плодоносили в зимний период, необходимо, чтобы была хорошая освещенность. Для этого мы используем фитолампы. А так, это ранние сорта, которые через 90 дней, всего лишь через 3 месяца, как появляются сходы, готовы отблагодарить вас такими первыми очаровательными кисточками. Если вы будете уже сеять сейчас, буквально, когда заканчивается дачный сезон, в начале сентября, то к Новому году на вашем столе будут свежие, ароматные и сладкие черри. Для украшения блюд, или же они будут даже солировать в некоторых ваших кулинарных изысках, прекрасные компоненты – красная и желтая шапочка. Продолжение следует...